Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня расскажу тоже о цифровом двойнике, но речь в данном случае пойдет о цифровых двойниках кернов, собственно, выбранных участков породы, которые позволяют определить основные фильтрационные характеристики и выработать стратегию по наилучшему захвату нефти, газа, либо оценить образование газоконденсатного вала при добыче природного газа. Скажу пару слов о продукте, потом поговорим о возможностях установки данного решения и использования. Сегодня после этого перейду к основной части, расскажу о мультимасштабных вычислениях, собственно, основной части сегодняшнего доклада, и также упомяну о дополнительных возможностях, которые открываются пользователям при использовании решений Digital Rock. Итак, решение Digital Rock – это виртуальная лаборатория по исследованию потоков флюида работы с фронкерном. Здесь при разработке данного решения совместились несколько аспектов, которые привели, конечно, к успеху данного решения. Это многолетний опыт команды разработчиков именно в применении решеточных уровней Больсмана. Также учет физических явлений, учет смачиваемости стенок пор, учет поверхностного натяжения и межфазного натяжения при выдавливании одного флюида другим, и также учет коэффициентов отношения вязкости контактирующих флюидов. Данное решение было создано совместно с British Petroleum и заточено не на специалистов. В предыдущем докладе говорилось о том, что повышается экспертиза по чистому моделированию у работников. В данном случае данная экспертиза не будет нужна. Пользователям нужно знать свои отраслевые знания, понимать, какие федерационные характеристики они хотят вычислить. Все остальное максимально упрощено. То есть вся высокотехнологичная кухня чистого моделирования, именно по моделированию потоку у нас она спрятана или пользователь облегчен от работы с ней и максимально может фокусироваться на своих отраслевых задачах. Если мы посмотрим на процесс работы Digital Rock, то все-таки придется доказать рукава. На первой стадии происходит сканирование образцов породы. Все-таки придется потрогать керн, провести макросканирование, наметить участки для выбуривания мини-образцов. Видите, такие называются мини-плаги, которые выбуриваются. И потом в зависимости от того, какая у нас используется порода, низкопроницаемая или, скажем так, обычной проницаемостью, выбирается, соответственно, техника сканирования, то есть получение трехмерного изображения. Это может быть томограф, это может быть и сканирующий микроскоп, есть и другие техники. В настоящий момент нефть и газодобыча движется в сторону трудноизвлекаемых запасов. Это, например, можно сказать, такие схожие резервуары, как, например, США Бакен, это АЧМ, это АЧМ у Баженов в России, когда нефтяники работали, газодобычники работают с ультранизкопроницаемыми породами, либо материнские, вообще бурят материнские породы. Итак, после того, как мы получили трехмерное изображение, все это закачивается либо в облачное решение, либо в диджитал урок, установленный на мощностях заказчика. Происходит оценка. Все то, что обычный инженер и специалист делает в лаборатории, проводится анализ пористости, убирается презентативный участок для моделирования потока и рассчитываются ключевые фильтрационные характеристики при однофазном лечении, многофазном лечении, а в дальнейшем также решение дает возможность выполнить сравнение различных методов лечения нефтеотдачи, так называемые MUN по-русски, либо EOR на английском. Кроме того, за последний год произошли значительные преобразования в решение. Мы теперь можем рассчитывать фильтрационные характеристики с учетом пластовых условий. В данном случае мы соединили лучшее с лучшим Digital Rock с решателем Abacus и, собственно, удовлетворили спрос на данный тип расчетов. Я уже говорил, что возможна установка на мощностях заказчика. Все это выполнено. То есть Digital Rock поставлен на нашу унифицированную платформу 3D Experience. И данная платформа, помимо удобства в работе с самим Digital Rock, дает возможность и наращивание, использование данной платформы в общей концепции цифровизации предприятия. То есть это не только Digital Rock, но для предприятия открываются другие уникальные возможности по использованию 3D Experience. Помимо этого, пользователь может настраивать собственные процессы на платформе. То есть мы предлагаем при постпроцессор. И также специальные возможности по автоматизации и оптимизации. Возможность интеграции собственных наработок на платформу. Причем мы знаем, что ряд компаний в России заинтересованы именно в таком использовании платформы, поскольку у всех уже есть наработки и желание интегрироваться на единый цифровой фундамент. При этом существует также возможность создания инженерных шаблонов для упрощения работы повторяющихся процессов. Теперь перейду к основной теме. Мультимасштабные вычисления. Они мало что... То есть это название мало что говорит, но данная технология позволяет рассчитывать фильтрационные характеристики именно пород с ультра-низкой проницаемостью. То есть то, что я говорил, куда движется вся нефть и газодобывающая отрасль. В качестве введения скажу, что у нас уже есть ряд публикаций и для тех слушателей, которые хотят познакомиться более детально с этой технологией, мы готовы предоставить публикации. Как вы знаете, я говорю, нужно при начале исследования Керна нужно определить репрезентативный объем и выбрать приемлемое разрешение для того, чтобы отделить твердую фазу от пор. Здесь видите, твердая фаза представлена серым, а поры, в данном случае, черные. Видите, что также разные... Необходимо учесть поток флюида в породе через поры разного размера. Это не всегда возможно, используя определенное разрешение. То есть часть пор мы отображаем. В данном случае, если вы видите 5 изображений, черным цветом представлены поры. Потом мы видим также оттенки серого. Часть оттенков серого – это твердая порода, а часть – это те участки, которые оказались за гранью нашего разрешения. Потому что там тоже есть поры. И, кстати, из компаний, также говорят, сравнивая инструменты, не имеющие данной технологии, и сравнивая эксперименты, они видят, что реальные величины значительно отличаются. Так вот, происходит, во большей части, от того, что часть пор просто оказывается за пределами того, что мы видим с выбранной техникой сканирования. Для того, чтобы уменьшить подобную вариативность полученных фильтрационных характеристиках, также используется больше сканированных объемов. То есть, видите, мини-плаги выбуриваются по длине, берется больше мини-плагов, мини-образцов для того, чтобы получить какие-то усредненные характеристики, приближенные к реальности. Другой подход, который позволяет получить более точные фильтрационные характеристики, представлены мультимасштабным методом. Данная технология позволяет решить, справиться с тремя сценариями. То есть, когда у нас размер пор больше размера пикселя, в данном случае мы четко отображаем поры, четко отображаем твердую фазу и отображаем течение в порах. Соответственно, например, когда вода выдавливает нефть. Если размер пор меньше, чем размер пикселя, то мы отображаем поток в сплошной среде. Берем усредненные характеристики. И пограничный вариант, когда размер пор примерно равен размеру пикселя. В данном случае выполняется связанный расчет потока на уровне пор и поток в сплошной пористой среде. Если видите гистограммы внизу, которые наглядно показывают разницу при сканировании. То есть слева мы видим четкое разрешение, мы видим поры, мы видим твердую среду. Справа мы видим пиксели серые. То есть мы не можем даже визуально отличить, где у нас пора, где у нас твердое вещество. И в данном случае мы берем сплошную среду с определенными характеристиками. И, кстати, вы видите также на данном слайде сравнение детальной модели и сравнение с кривой капиллярного давления вот такой сплошной среды в грубом масштабе. Еще раз наглядно продемонстрирую. В данном случае мы видим карбонат, мы видим черным отображены поры, белым цветом отображены зерна, то есть твердая фаза, и серым отображены участки, где есть поры, но мы не можем их разрешить с помощью выбранных техник сканирования. И они представлены сплошной средой, обладающими основными характеристиками пористой среды. При мультимасштабном моделировании берутся, если на уровне пор, берется модель Шан-Чена для мультифазного потока с использованием решеночных уравнений Больсмана. Уравнения получены для всей матрицы, и в данном случае геометрия пор и заданные условия посмачиваемости играют непосредственную роль при расчете потока. И справа видите подход к сплошной среде, когда мы не можем отобразить поры и берем какие-то определенные середневные характеристики. Берется также модель Шан-Чена для мультифазного потока и добавляется расширение для мультимасштабности. В данном случае уравнение также получено для всей матрицы и представлено в локализованных входных данных для пористых сред, которые мы смогли отобразить детально, то есть поры и твердые составляющие. В данном случае геометрия пор и заданные условия посмачиваемости имеет косвенное значение. В данном случае обеспечивает сохранение массы, импульса энергии между пористой средой и потоком в масштабе пор и пористой средой. Также планета сравнивает состояние для всей матрицы и плюс локальные водные данные для пористой среды. И, как я говорил, геометрия из одного слоя посмачиваемости имеет косвенное значение. При этом мы объединяем два решателя и в один, так называемый гибридный решатель, и рассчитываем данные пористой среды, это может быть не одна пористая среда, а может быть различные пористые среды, плюс прямой расчет уравнения, то есть прямой расчет жидкости в пространстве пор. Каждая пористая среда имеет, собственно, отличительную пористую структуру, мы задаем абсолютную проницаемость, мы задаем кривую капиллярного давления, относительную проницаемость, собственно, это наши входные данные для наших усредненных сред. Здесь, на данном слайде, представлена упрощенная работа при мультимасштабном процессе, то есть у нас происходит сканирование на большем масштабе, когда я говорю, мы замечаем какие-то поры, замечаем в оттенках серого пористой среды, мы также можем выполнить сканирование на меньшем масштабе, детально сканировать пористую среду, рассчитать и получить основные характеристики данной среды, абсолютную проницаемость кривую капиллярного давления и относительную проницаемость. Также можно использовать и определенные экспертные данные в данном случае. И все это вводится в единый расчет в мультимасштабный многофазный решатель потока. По примерам, в данном случае вы видите разрешение одного и того же блока породы с различным разрешением. Причем у нас меняется в зависимости от разрешения, мы видим, как изменяется у нас процентное состояние пор, пористой среды и твердой фазы. Если мы посмотрим на абсолютную проницаемость, то мы видим, что до определенного разрешения, то есть мы идем, движемся от точного, от детальной модели более грубому разрешению, мы видим, что в определенный момент точность начинает падать. Ну, например, до 8 микрон мы все еще имеем высокую точность результатов. Кривая капиллярного давления также подтверждает точность работы подобного мультимасштабного подхода. мы здесь сравниваем также детальную модель и модель сплошной пористой среды. Относительная фазовая проницаемость тоже показывает точность работы данного решателя. Мы видим, что также мы точно попадаем, очень близко попадаем при сравнении точного расчета и результатов грубой модели. Интересно посмотреть на так называемую модель, нулевую модель. Вы видите одну и ту же модель, сканированную и модель, с проведенной полномасштабной сегментацией слева. И вы видите также более грубое в четыре раза сглаженное изображение той же самой модели. Причем слева у нас используется три фазы сегментации, справа у нас используется распределение пористости. И если мы сравним результаты грубой модели и точной модели, то мы видим, что проницаемости достаточно близки между собой и в данном случае опять же это является доказательством качества работы гибридного решателя. Еще один пример доказывающий в данном случае это кривая капиллярного давления. Мы видим, что опять же мы достаточно близко попадаем с нашим приближенным методом при использовании пористости среды по сравнению с прямым расчетом потока в поровом пространстве. Данная технология ДОССистем предлагает решение проблемы разных масштабов, то есть сочетание пор и пористых сред, которые у нас всегда будут преследовать, если мы работаем с низкопроницаемыми породами. В данном случае пористый сред играет решающую роль при выходе на больший масштаб. Вы можете представить, что обычно добытчики работают с керном и от керна проводят так называемый апскейлинг, то есть выходят на масштаб месторождения. Если мы уже при выходе с небольших масштабов будем иметь неточность при неучете данных неразрешенных пор, пористых сред, то тогда и сделав ошибку в начале, мы ставим под угрозу вообще весь процесс выхода на больший масштаб, на масштаб месторождения, который необходим для гидродинамического расчета и создания плана разработки месторождения. В данном случае были четко учтены физические работы данного решателя и важно то, что данный процесс работы с мультимасштабным подходом позволяет выйти не только углубиться не только пойти в сторону пористых сред, скажем, в меньшие масштабы, изучая пористые среды и неразрешенную пористость, но мультимасштабность также позволяет и выйти за пределы мини-образа, с которыми мы обычно рассчитываем характеристики при работе с цифровым керном. Он позволяет нам выйти на часть керна, а также на полноразмерный керн, и тем самым при выходе на больший масштаб, при апскейлинге добытчики получают качественные начальные данные, что обеспечивает успех при прогнозе характеристик на уровне месторождения. Иван, у нас тут вопрос в чате к вам как раз один, мне кажется, вот как раз на этом слайде видно. Вопрос такой, Digital Rock это зарубежный софт или отечественный? Мне кажется, там как раз было написано. Да, Digital Rock это софт компания The System, The System это французская компания, так что да. И второй вопрос в продолжении предоставляете ли вы академическую лицензию отраслевым вузам и на каких условиях? У нас есть специальные цены для академии, я думаю, что это вопрос обсуждения, который выходит за рамки моего, то есть любая коллаборация с высшими учебными заведениями возможна, скажу так, а все остальное предмет блоккавер. Да, хорошо, спасибо большое. Таким образом, хотел бы сказать, подвести итог и хотел обратить внимание слушателей, что Digital Rock обеспечивает быстрый и реалистичный прогноз по получению по фильтрационным характеристикам, то есть мы даем результаты в течение трех-четырех дней по сравнению с несколькими месяцами, а иногда эксперименты могут идти до двух лет. И работая с цифровыми объемами, с цифровым керном в нашем решении у вас появляется возможность многоразового использования данных моделей для различных сценариев, я говорю, что мы представляем, то есть мы позволяем расследовать различные методы увеличения нефтеотдачи, при этом компания снижает неопределенность при разработке месторождения и в самом процессе анализа керна достигается высокоэффективность за счет бесшовности процессов на внутри нашего продукта, если мы выходим чуть дальше на самой платформе 3D Experience. И кроме этого данные не теряются, у пользователей постоянный доступ, а также возможность добавлять специальные метаданные к результатам и быстро находить требуемые эксперименты. Успех данного решения подтвержден операторами, компаниями, которые используют и применяют данную технологию, в первую очередь British Petroleum, компания Chevron, преследовала проблему возникновения газового конденсата, это компания Shell, Ecopetrol, WinterSky, чтобы назвать некоторые из них. Спится, конечно, намного больше. Иван, спасибо большое. Мне кажется, чудесное представление модели, когда объединяются и физики, и математики, и айтишники, как бы все вместе и приносят конкретную пользу бизнеса. Очень интересное решение. Спасибо большое за представление.